Капитальный ремонт снова наделал много шума. Когда нас заставят платить? Как это будет и насколько ощутимо для кармана? Сегодня обсудить острые вопросы за круглым столом в редакции газеты «Комсомольская правда» собрались руководители успешных ТСЖ и чиновники. Забегая вперед, отмечу, диалог получился непростой. С чем коммунальщики не согласны? И в чем все-таки плюс регионального фонда капитального ремонта? Анна Немых знает подробности. Уже завтра начнутся общие собрания, где управляющие компании ТСЖ должны рассказать жителям, что все-таки такое региональный фонд капитального ремонта. Но что говорить? Пока у коммунальщиков больше вопросов, чем ответов. ТСЖ гаранта ни одного дома нет. Я как буду проводить собрание с жителями и говорить, что вашего дома нет в перечне капитального ремонта? А вы, дорогие, по 6-10-ка соберите-ка и отдайте дяде региональному оператору. Зачем? Я соберу за эти 30 лет полмиллиарда рублей. Ко мне вернутся порядка 50, максимум может быть 60 миллионов за все 30 лет. Я получу десятую часть. Зачем в одном месте все аккумулировать? Зачем? Есть достаточно нас гыжи, не справляется казачок с капитальным ремонтом. Накажите его. Но как бы не возмущали специалисты, с федеральным законом разговор короткий. Предупредили руководителю ведомства ЖКХ. Закон принят, его надо исполнять. И не забывайте, что у новой системы все-таки есть плюсы. Фактически юридическим представителем его, тем, кто откроет счет в банке индивидуального накопления, будет региональный оператор некоммерческой организации, которая гарантирует все сохранность выполнения всех функций со стороны правительства Оренбургской области. Дополнительная госгарантия. Полностью учет по сбору средств, выписка квитанций по сбору средств, претензионная исковая работа по сбору средств. Все остается на региональном операторе. То, что капитальный ремонт проводить надо, никто не спорит. В ближайшее время жителям предстоит выбрать, каким способом копить деньги. В общий котел или на индивидуальный счет. Первоначально давалось всего два месяца, чтобы определиться с выбором. Сегодня подписано постановление о продлении сроков. Продлили до шести месяцев. Чтобы была возможность у старших домов, у инициативных групп, у правлений ТСЖ взвешенно провести разъяснительную политику и провести общее собрание. Что будет дальше с региональным фондом? Отремонтировать все дома? Дождутся ли капитального чуда те, кто сейчас вкладывает деньги? Так далеко руководители ТСЖ, собравшиеся сегодня за круглым столом, заглядывать боятся. Но что они знают наверняка? Самый лучший способ бороться с разрухой – это обязать каждого жителя платить за капитальный ремонт своего дома. Чтобы никому не было обидно. Аноним их Сергей Завалишин, Ориен ТВ.